Пишет, что я в прямом эфире, но, честно говоря, я уже сегодня не знаю, получится ли у нас с вами. У нас, наверное, с роутером проблема. Если что, тогда, наверное, на завтра перенесём. Вот, и с отцом Артемием такая была история, когда у моей знакомой Лили, она звукорежиссёр с Мосфильма, у неё умирал брат. И она попросила меня связать как-то отцом Артемием с её братом, потому что он очень его любил и всё время слушал радио «Радонеж». Вот, а отец Артемием оказался в этот момент в Яшкарале. А тогда телефоны мобильные только-только начинались, то есть это было очень дорого, допустим, позвонить из другого города, тарифы были совсем другими, чем сейчас. И каково было моё удивление, когда отец Артемием из Яшкаралы на домашний телефон тогда позвонил совершенно незнакомому Виктору, человеку. Даже не по моей ещё просьбе, мы тогда, ну как, общались только как прихожанка и пастырь на службе на исповеди. Вот, и напутствовал его хотя бы словесно перед смертью. И настолько это было трогательно. И Виктор этот, у которого уже не было сил даже говорить, он не мог говорить, но он протянул руку за трубкой и слушал, что ему скажет батюшка. И после этого он передал Лиле трубку и буквально там через несколько часов отошёл. И на меня очень впечатление большое произвёл этот случай, потому что я поняла, что такого батюшку поискать ещё надо. Вот, и я ему сделала предложение, чтобы он был моим духовным отцом. Причём я написала стихи. Они тоже напечатаны. Они напечатаны у меня на сайте и в книге. Такого адреса больше нет, где я подробно и очень даже подробно рассказываю о нашем знакомстве с батюшкой. Так, что даже мой муж, который сейчас за стенкой, прочитав мою книгу, сказал, плохое у тебя название, надо было назвать я и батюшка. Мамуля, привет! Папочке тоже привет передавай. Так, ну что, все в сборе. Какие ещё вопросы вы хотите? Ответы услышать на какие вопросы? Почему с Яндекс... А, были удалены альбомы? Потому что я заключила договор с другой компанией. У меня была раньше Никитин Мьюзик, а сейчас Сиди Лэнд. А Сиди Лэнд снова всё это разместит и уже наверняка разместила. Только поэтому. На пять лет я с ними заключила договор, так что... Ставрополь, и вот Алена, моя помощница, тоже из Ставрополя, и тоже мечтает, чтобы мы туда поехали. И делает всё для этого. Но у нас нет там организатора. Если бы вы поспособствовали тому, чтобы кто-то взялся за наш концерт, то было бы здорово, конечно, мы бы с радостью. Мы хотим поехать и в Краснодар, и в Ставрополь, и в Ростов-на-Дону. И сейчас мы готовим обложку на новый диск «Незабудка». Вот, как раз я про него сейчас рассказываю. Туда войдёт 12 песен «Притч». Ну, мне кажется, альбом получился хороший, трогательный. Есть там и весёлые песни, не переживайте, что только грустные. А то некоторые говорят, что уже не хотим мы слушать ваши песни. Хотим старые песни, новые. Не хотим, боимся, вдруг плакать начнём. Начнёте. Есть там такие песни. Но они очень полезны для нашей души. Так мне кажется. Так, кажется, ещё махать можно. Да. Вы мне мажьте, я вам мажу. Я всем машу, друзья мои. Презентация альбома будет, наверное, в воскресенье в Москве. На Кузбассе, наверное, мы несколько песен исполним, скорее всего. С храмом Липовки прекрасно обстоят дела. В храме идут службы, это главное. И я очень рада, что мы с вами имели к этому храму отношение. Он очень красивый сейчас, не сравнить с тем, какой был. Новый альбом будет представляться в Москве, в Доме литераторов. 21 апреля, вербное воскресенье у нас, да? Вот, в Петербурге, в Петербурге. Да, конечно, хочется немножко альбом прокатать, прежде чем представлять его в Москве и в Петербурге. Поэтому, возможно, на Кузбасс его успеют уже напечатать. У нас такая симпатичная обложка получилась. И Юра Катишев, звукорежиссер, постарался, мне кажется, свел очень красиво. Ну и, конечно же, Саша Ольцман выступал в качестве гитариста. Как проходит мой обычный день? Давайте я сегодняшний день расскажу. Я проснулась. Десять. Легла подно. Вот, помолилась. Потом сварила борщ. Поела. И пошла на лыжах кататься. Покаталась на лыжах. Потом приехала домой. И муж включил баньку, я попарилась. Потом я сидела, отвечала на вопросы интервью. Вот пока на девятом вопросе застряло. А всего их шестнадцать. Так что поговорю с вами, буду заканчивать интервью. Так, что-то я тут пропустила, нет? Но я, друзья мои, присоединять никого не буду к своему эфиру. Поэтому вы можете писать ваши вопросы в письменном виде, задавать. Электросталь мы тоже хотим. Но мне очень приятно. Как раз сегодня я отвечала тоже на вопрос, почему дети, как тянутся они к песням. Для меня это загадка. Ну, такая загадка. Можно, конечно, порассуждать на эту тему. Ближайшие нет. Не планируется в нижнем. Плавание, да. У меня есть абонемент. Но я очень небольшая лентяйка. Я свой абонемент уже почти что профукала. Там очень хороший у нас здесь в Олимпе, в Ходьково, такой огромный бассейн. Но меня хватает только на то, чтобы проплыть три раза туда-обратно. Вот. Но для этого мне приходится мочить мои длиннющие волосы. Потом их долго-долго сушить. Поэтому я не очень люблю. Я люблю плавать где-нибудь на море, где солнышко, ветер, и волосы быстро сохнут. Очень хочу сходить попробовать на коньках. Потому что я когда-то в школьные годы занималась. Но вообще-то, честно говоря, надо заниматься спортом. Ну, у нас в Подмосковье очень снежно. Я сейчас в Подмосковье нахожусь. Вот. Песни... Ну, я не знаю. Некоторые вымышленные. Некоторые, возможно, на реальных, которые я черпаю сюжеты из интернета. Чебоксары. Да, мы пропустили в этом году. Но не по нашей вине. Вернее, в том году уже теперь. Оцерковленный сын должен быть смиренным и терпимым или отважным, стремящимся к победе воином. Он должен быть и воином. Ну, смотря к чему, смиренным и терпимым. Отважным, конечно. Защитить близких, родных, конечно. Если, допустим, тебя обижают, но, как сказано в Евангелии, бьют по левой, подставь правую. А если уже близких каких-то девушку обижают, вашего сына, то, конечно, надо давать сдачи, мне кажется. И что такое смиренным? Смиренным в тех ситуациях, которые складываются неправильно, если ты можешь что-то изменить, надо менять. А если ты не можешь ничего изменить, ты в такую ситуацию попал, когда ты ничего не можешь, тогда тебе остается смириться. Но мне кажется, надо менять жизнь к лучшему. За такими волосами ухаживать несложно. Мне кажется, что если бы я сейчас подрезала где-то до плечей, мне кажется, мне было бы гораздо сложнее. Их легче расчесывать, может быть. Но я с утра заплела косу, сделала такой буквы такой, и целый день могу ходить. А волосы до плеч, допустим, их постоянно расчесывать, постоянно укладывать надо. И потом, ну, мне нравится, что у меня такие длинные волосы. Мне кажется, ни у кого таких нет. Ну, по крайней мере, из людей, которые на сцене. Нет, пока не крашу. У меня есть седина небольшая. Не знаю, видно или не видно. Чуть-чуть есть. Но пока еще не красила. Я красила волосы в юности. Я была и белой, и рыжей, и красной, и даже фиолетовой. Да, Тоскана, Тоскана. Я помню, в Доме художника мы давали концерт. И я так вышла с микрофоном на авансцену, спустилась к зрителям. И детки со всего зала сбежались, и за мной так цепочкой ходили, подпевали. По кино я, честно говоря, скучаю. Скучаю, потому что сейчас не так много концертов, как было раньше. Раньше мне некогда было скучать. Сейчас люди не так уже ходят на концерты. Больше им нравится, наверное, интернет, телевизор. Может быть, потому что уже бывали на моих концертах, и считают, что ничего нового они не почерпнут. Ну, не знаю. С Андреем Ткачевым, батюшкой, я лично не знакома, но ему передавали диск от меня, а он мне подписал книжку. Алексей, товарищ мой, передал. Да, бывает, что это зависит, наверное, от... Не знаю, от чего. Седина имею в виду, если вернуться. Любимые песни? Ну, я не очень часто слушаю музыку, на самом деле. Есть красивые песни, есть у Митяева красивые песни. Меня зовут Орликина. Вы знаете, и не благодарю, и не жалею. Это был этап в моей жизни. Ну, был он и был. Конечно, сейчас, я не знаю, как бы я... Наверное, будучи воцерковленным человеком, я бы, наверное, не согласила его уже на такую роль. Ну, уже ничего, во-первых, не вернуть. Многие, конечно, меня обвиняют в том, что снималась в таком кино, и теперь тут, типа, святоши себя корчу. Я не корчу, я просто стала немножко другая. Нет, эта песня останется синглом, по крайней мере, пока. Я имею в виду Тоскану. Эта песня была написана для моей подруги на день рождения. Для Ларисы, если она сейчас меня слышит. Где же моя Грымза? Моя Грымза... Моего мужа в комнате лежит на креслице. Свернувшись клубочком. Хотя он мне ее подарил на день рождения, но так случилось, что я очень часто езжу. И волей-неволей мой муж стал хозяином. И она в нем видит хозяина. Он ее кормит. Он ее ласкает, гладит. Но, правда, она тоже иногда рычит на него. Но воцерковляться я начала уже в таком возрасте достаточно. Ну, не сказать зрелом, но у меня уже сыну было два годика. Да, в Каменской я там, страшно сказать, с Дмитрием Нагиевым снималась. Да за что же она мне мстит? Просто у нее характер такой. Я думаю, что она мне не мстит. Я имею в виду кошку. Друзья мои, не надо запросы мне присылать, потому что они перекрывают полэкрана. А я все равно никого не приму. Вы пишите мне лучше. В Воронеж мы собираемся не весной, а осенью. Мы каждую осень туда приезжаем. Помню, друзья мои, Альметиск помню. И Орлов, конечно же. Спасибо вам. Нет, котят у нее не было. Такие мне хорошие не дали ей родить, котят. Да, Украина. Привет, привет. Уже не собираюсь. Уже отсобиралась. После того, как в Одессе сорвали мой концерт, и меня внесли в черный список, уже собирайся, не собирайся, меня все равно туда не пустят. Так что как-нибудь давайте через интернет общаться. Да, Валентин Васильевна, у меня стоят шкафчики в моей комнате. Какие вы наблюдательные. В Краснодар мы собираемся тоже. Ну вот как будет все устроено. С организацией я имею в виду. Приедем обязательно в Нижний, но пока не знаем, когда. У нас все упирается в организаторов. Липецк мы планируем вместе с Воронежем, скорее всего, в октябре. Да, Валентина Васильевна вам улыбается, видите? Недоброжелатели не слушайте. Камчатка с вами. Спасибо. Да, вы пропустили про новый альбом. Называется он «Незабудка». Он уже готов. Он уже записан, сведен. И уже вот буквально вчера мы получили обложку. Мне очень она понравилась. Олег сделал ее, Макаренко. И буквально вот на днях отдадим уже в тираж. Я тоже жду не дождусь. Мне хочется поисполнять новых песен. Может быть, есть среди вас клипмейкеры какие-нибудь? Или которые мультики умеют рисовать? Я бы на какую-нибудь новую песню, какой-то бы такой хороший, качественный видеоряд бы сделала. Да, Ростов планируем вместе со Ставрополем и с Краснодаром. Но когда, не знаем. Диски можно купить. Если нет в вашем городе, то можно заказать у меня на сайте, и вам пришлют по почте. Да, исполним что-нибудь в «Гнезде глухаря» 20... Ой, какого у меня в «Гнезде глухаря»? Какого у меня в «Гнезде глухаря» концерта? Исполним одну, по крайней мере, песню, может быть, и две. Одну, кстати, мы исполнили в передаче «Канон», которая выйдет 2 и 9 февраля по телеканалу «Союз». Вот, если вы зайдете на «Сайгнезда глухаря», наберете «Февраль», то вы там меня найдете где-то в конце. Ваш духовник – очень мудрый, умный и добрейший батюшка. Вы часто общаетесь. Было ли искушение влюбиться? Ну, если это можно назвать влюбленностью, такое, знаете, плутоническое, потому что никаких плотских движений я не испытывала. И через это многие очень проходят. Это называется пристрастие. Когда тебе хочется постоянно видеть батюшку, общаться с ним, находиться в его ауре. Было такое, да, я не скрываю. Я об этом тоже подробно описала в своей книге. Кстати, концерт «Гнезья глухаря» будет 24 февраля. «Голова дырявая память девичья». И знаете, когда я занялась делом, когда у меня уже появились свои концерты, когда появился храм, как-то мне уже некогда было отвлекаться на такую ерунду. Вот мы сейчас общаемся, но чисто по делу, по духовным вопросам каким-то. И нет у меня уже такого трепетания в душе, как раньше. И я рада этому. Лучше быть свободной от подобных чувств. Потому что любить надо, во-первых, Господа, во-вторых, своих родных. Нечего на батюшек глазить, кидаться, как некоторые это делают. Потому что батюшки тоже люди, и тоже им трудно. Так. Не все ложатся на музыку. И мне тоже. Я же не на все стихи Ирины Самариной пишу, а только на те, которые трогают мое сердце, и которые ложатся на музыку. У меня есть еще несколько песен, кстати, на музыку Ирины Самариной. Песня про кота родилась очень банально. Я прочитала историю в интернете и перефразировала ее в стихи и в музыку. Вот шибалки. Это что? Которые все интересуются. Не знаю, она или он интересуется все отцом Артемием. Во-первых, я в Инстаграме выкладываю свою книгу по несколько страничек. И если вы в хэштеге наберете такого адреса больше нет, начиная с нижней самой публикации, вы можете ее начать читать. Если вы хотите ее держать в руках, листать, смотреть фотографии, в том числе с отцом Артемием, то вы можете выписать эту книжку или у нас на сайте, на моем сайте, вам пришлют по почте. Можно выписать также в Озоне. Пожалуйста. В Калуге пока не собираемся. Лучший комментарий давайте я завтра определю. Завтра определю. И выложу, наверное, какую-то специальную публикацию с победителем и со скрином этого вопроса, наверное. Книга называется «Такого адреса больше нет». У меня одна книга, вот такая автобиографическая в прозе. и два сборника стихов, ну, песен с нотным приложением. С батюшкой в ближайшее время концерт. Маша, мы об этом думаем сейчас и ведем переговоры. И если нам удастся на ноябрь забронировать хороший зал, такой как «Дом литераторов» побольше мы хотим, то, наверное, в ноябре мы сделаем совместный с отцом Артемием концерт, выступление. Наверное, он будет называться «Любви». И мы соберем туда темы такие, касающиеся и любви к Богу, и любви к близким, и к России, и к детям, и к животным, и к маме, и к духовнику. Я думаю, что будет хорошо. Батюшка будет рассказывать, а я буду подкреплять каким-то примером, песеным. Дима не нашел еще вторую половинку, особо как-то и не ищет. Весь погрузился в работу. Слава Богу, нашел работу, которая ему нравится. Он занимается организацией съемок, съемочного процесса в кино. Для того и окончил ГИТИС, продюсерский факультет. Ему очень нравится, и я думаю, что... Ну, как-то так он на девочек особо не вешается. Не подумайте ничего худого, потому что мальчики у него все нормальные. Из чего я делаю вывод, что и он нормальный. Так. Да, я думаю, сложится, если Бог даст. И найдем хороший зал. Уже с вами 40 минут общаемся. А серьезных вопросов так и не было. Или что? Или у меня опять все зависло? Есть что-то, о чем вы очень жалеете. Да, есть. Есть и этому посвящено несколько песен в моем репертуаре. Вдохновение. Это такая женщина стервозная. Ее зовешь, зовешь, она не приходит. Но иногда приходит, когда не зовешь. Но иногда с ней можно договориться. Ее позовешь, она приходит. Не знаю. Обычно меня вдохновляет какой-то сюжет интересный. Если есть о чем писать, то вдохновение не замедлит явиться. Храм, который мы восстанавливали. Мы с вами восстанавливали. Потому что принимали участие все мои зрители, я так думаю. Потому что 10 лет я собирала милостыню на всех своих концертах. И подняли такую махину из храма, на кровле которого росли березки. Получился белоснежный, как корабль, красавец. Храм во имя преподобного Сергия Радонежского в селе Липовка. Немножечко он недорасписан, но уже мне туда не вернуться. Так сложились обстоятельства. Поэтому так он и останется, я думаю. Если не найдется тот, который 4 миллиона туда вбухает, чтобы закончить. Родители мои болеют после известных событий. Но привыкают к новой квартире. У них там очень уютно. Я постаралась, чтобы ремонт был хороший. И чтобы им там было уютно и хорошо. И главное, что поблизости храм во имя преподобного Сергия Радонежского, который нас не оставляет. И я думаю, все будет хорошо. Они обе талантливые. Ахматова и Цветаева. Я сейчас давно уже их не читала. Читала, когда была студенткой театрального училища в Нищукино. Обе мне нравились. Очень музыкальные стихи у Иры Самариной. Очень музыкальные. Не знаю. Как я уже сказала, у меня есть еще несколько, 4, по-моему, песни. Вот буквально я как-то их прям день за днем что-то она публикует в Инстаграме. Я читаю, мне нравится. И получается музыка. Ну, не знаю. Может быть, какой-то отдельный будет альбом следующий. Может быть, на стихи Ирины Самариной. Может быть, совместные какие-то песни. Что такое счастье? Такой очень вопрос непростой. Для меня сейчас счастье, вот сейчас, это то, что мои родные, близкие живы, здоровы. Ну, относительно, конечно, мы все болеем. По крайней мере, не смертельно. Что я могу их видеть. Я могу с ними общаться. Для меня это самое большое счастье сейчас. Это вот именно сия. Включалось ли в вашей жизни большое чудо, в котором вы почувствовали присутствие Божие? Знаете, присутствие Божие, оно во всем чувствуется. Я вот сегодня пошла на лыжах. Так, лыжи по лыжне. И просто вот счастье и радость. И кроме как слава тебе, Господи, ничего больше из груди не сходит. А чудо, вот у меня сейчас вспомнилось чудо, которое я забыла писать в своей книжке. А может, не забыла. Может, и писала, и забыла, что писала. Не перечитывала. Мне подарили в Киеве икону святителя Николая. И я везла ее поездом в чемодане. И на таможне я слышу, всех шмонают. Откройте чемоданы, откройте сумки. Я лежу на верхней полке и молюсь. Господи, только бы пронесло, только бы не заставили чемодан открыть. Потому что икона была старинная, и я боялась, что ее отнимут у меня. И я так молилась, что таможенники прошли мимо нашего купе, даже не заглянули. Представляете? Ну, разве это не чудо? В свободное время. Ну, как? Не знаю, я могу хоть чем заниматься. Я и готовить люблю, я и могу. Ну, я правда не очень люблю заниматься спортом, но я очень люблю состояние, после того, когда позанимаешься, станешь под душ. И такое состояние классное. Думаю, каждый день буду заниматься. На следующий день думаю, ну, я же вчера занималась, сегодня пропущу. Ну, иногда могу даже телевизор посмотреть, какой-нибудь голос. Каждый раз стараемся заезжать в храм в Липовке. Когда идем крестным ходом из Воронежа в Задонск. Да-да. Часто паломники приезжали в Липовку, помню. Еще из Ельца такой, из крестный ход, который идет всегда, каждый год. В августе 22-го заходит в Липовку. Крестница переживает подростковый переходный возраст. Отказалась ходить в воскресную школу. Как вы переживали этот период с сыном? Может, кто-то посоветуйте. Ну, что сказать вам? Мой сын как ушел в переходном возрасте из храма, так еще и не вернулся. Я ему великим постом готовлю мясо. Я его люблю. Я стараюсь не давить на него, не нравоучительствовать. Я стараюсь просто понимать его, жить его жизнью. Главное, что он вырос хорошим, добрым человеком. И то, что я водила его с двух лет в храм, и он причащался регулярно, лет до 12-ти, наверное, 13-ти. Я думаю, даст свои плоды, так или иначе. Другое дело, что это может произойти, когда стукнет, брякнет. И у человека будет единственная потребность. Это прибежать в храм и поплакаться. Может быть и так. Ну что ж, если так суждено, значит так. Но я думаю, что Господь его все равно не оставит. А то, что он вырос хорошим и справедливым мальчиком, и добрым, я думаю, это все-таки заслуга. Вот все-таки воспитание церковного, потому что мы и Евангелие читали детское с ним регулярно. Нет, я больше никакой храм не поднимаю из руин, и вряд ли на это уже решусь. В свой храм не можете вернуться в какой вы имеете в виду. Если имеется в виду Липовка, то в одну реку не входит дважды. Я все, что могла, отдала Липовке. Храм восстановлен, живет своей жизнью. Это самое главное, что там идет молитва, приезжают люди. Случилось. Мне не хочется, честно говоря, возвращаться туда, но случилось то, что должно было случиться. Потому что те, кто берут на себя такие дела, как восстановление храма, те обязательно должны быть готовы к тому, что их будет ждать очень серьезное искушение. Такое искушение настигло для меня, но я, слава Богу, уже год прошел, больше не держу ни на кого зла, ни на кого не держу обиды. Наоборот, у меня только появилось чувство благодарности от того, что мои родители теперь рядом со мной. Я не мотаюсь по 500 километров, и я перестала рвать жилы, я успокоилась, и я теперь занимаюсь своей семьей. Да, в Пачаевской лавре я была, там очень-очень здорово, красиво. Как мне удается не впасть в прелесть. Да почему я в прелести? Разве не видно? Ещё в какой? Ну, в кино я бы, может быть, и появилась бы для того, чтобы привлечь к моим песням тех людей, которые меня не знают, и, может быть, так и не узнают, потому что меня же, кроме телеканала «Союз» и «Зредка спас», нигде больше не показывают. Но это должно быть такое кино, которое не опустит мою планку ниже, чем то, что я делаю на концертах. Вы же понимаете, я не могу сейчас сняться в какой-нибудь в каком-нибудь дешёвом сериале. Очень хотела бы, чтобы мои песни звучали в кинофильмах. Не знаю, как это сделать. Предложений таких не поступало ко мне. Да, пока я совсем ещё не состарилась. Взял бы Михалков, пригласил бы меня на какую-нибудь хорошую роль драматическую. Я думаю, что я бы справилась. К Путину я отношусь очень хорошо. В целом есть нюансы, которые меня, как и многих, тоже не устраивают. Это ну и пенсионная история и прочее. Но я хочу сказать, что поскольку мы не были в его шкуре, как поётся в песне на стихе Ирины Самариной «Вы наденьте её одежду и пройдите её дорогой, а потом уж её судите, если будет ещё желание», то в целом я понимаю, как много он делает и, наверное, у него искушение и гораздо больше, чем у меня или у вас. Да, вас тоже с наступающим крещением Господнем. Окунаться я в проруби не буду, я уже вышла из того возраста. Хотя могу ещё сигануть после бани в прорубь, но уже года три, наверное, не сигала. Да, Господь всё управил ко благу. Я говорю, что я теперь даже благодарна, что всё так получилось. до родители тоже переехали, потому что уже стало невозможно всё это наблюдать. Но нельзя ни к чему прилепляться, поэтому для нас это тоже урок жизни. Тяжело, конечно, было расставаться с курами со своими и с барахлом, который привезли с Сибири и ещё накопили за все эти годы. И привыкли, конечно, только-только сад вырастили. Но я думаю, что они тоже рады, что я больше не мотаюсь. Меня, знаете, как однажды занесло по дороге, когда я ехала в Липовку, крутила как так. Так что друг Щукина. В Щукинском училище имеется в виду на актёра. Ну, а что тут посоветовать? Посоветовать, если он православный, не терять себя, стараться сохраниться. Потому что православные люди во всех сферах нужны. Я против того, чтобы православные уходили куда-то в леса, выкапывались землянки и жили там. Нет, православные нужны везде, в медицине. и как приятные продавец православный допустим, не наханит тебе учёные и так далее. так что важно сохранить себя и свою веру. Дочь хочет театрально поступать. Вы знаете, мне очень повезло то, что я нашла себя в песне. И для меня концерты это как театр одного актёра. То есть я чувствую себя актрисой, конечно же, такой экспромтной, так скажем, да. Вот. Но ведь актёрская профессия, она достаточно зависимая. в кино ты можешь отказаться от роли. А если ты в театре работаешь, ты не можешь это сделать. Дадут тебе играть какую-нибудь там роль, не знаю, не буду называть. И ты, поскольку у тебя договор с театром, и ты обязан играть, не можешь сказать, я православная, я эту роль играть не буду. Нет. Если ты выбрал эту профессию, значит, тебе придётся. Вот. Из-за этого, может быть, не стоит обойти. Если, допустим, это режиссёрский факультет, почему нет? Можно делать какие-то прекрасные спектакли, духовно-нравственного содержания. Ну, я достаточно хорошо вожу машину, в принципе, я не рискую. Я очень боюсь встречных машин. поэтому я, наверное, скорее аккуратная автоледи. Кому мы всё это оставили? А мы продали дом, слава Богу. представляете, как получилось удачно. Мне моя подруга дала в долг денег на квартиру, которую мы выбрали для моих родителей. И пока там делался ремонт, мы искали покупателя на квартиру. никак не находился. И только мы закончили ремонт. Аккурат в этот момент нашлись покупатели. И я эти деньги отдала своей подруге, которая меня выручила. И видите, как здорово. И Господь так устроил. Мы переживали, потому что мы хотели в марте, в апреле, в мае продать. А продали только в сентябре. Именно тогда, даже нет, в начале октября, именно тогда, когда была готова квартира, куда можно было переехать. Ну вот, мне уже желают спокойной ночи и успехов. И я думаю, что наверное пора нам заканчивать. да, я легко очень освоила вождение, как будто прямо это вот мое. Ага, тут уже здравствуйте. Кто-то уходит, кто-то приходит. В церковном хоре я пела в Липовке и и сейчас вот там, где мои родители все в храме Сергея Радонежского меня тоже пригласили на клирос, но из меня плохая певчика, потому что я не знаю нот. Я пою только так, как я слышу. А слышу я первый голос. Первый голос высокий, а у меня он низкий, поэтому я пою первым голосом на октаву ниже. где я беру слова для песен. Ну, где-то. Где-то отовсюду. Отовсюду. в Обнинск. Друзья мои, спасибо вам. В Диве мы ни разу не были с концертом, хотя я приезжала несколько раз как паломница. и вас тоже со святками. Родители проживают не очень далеко, полчаса на машине. не дай дай сейчас. На посошок я спою куплетик, Да. Ну что, на посошок уже время позднее. Завтра, наверное, на работу многим. Ах, Парсуна. Не дросла я до Парсуна, друзья мои. Вы что, вы посмотрите, каких людей это так приглашает. А я кто? погиб. Да. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров Натальи На гитаре я учусь, я играю плохо, потому что я очень примитивна, Играю, потому что я не знаю нот. И я не училась играть на гитаре. Один мальчик из авиационного техникума города Иркутска показал мне несколько аккордов, которые меня до сих пор пользуются. Если была бы возможность что-то изменить, что бы вы сделали. Я думаю, что если бы я сейчас... Если бы отмотать назад вот эту историю с храмом, то я бы его доделала 100% и в этот же срок. Потому что много было совершено ошибок. И много денег было выброшено не туда. То есть они шли не на храм, а на содержание, которое, конечно, тоже надо было. Надо было. Я хотела, в первую очередь, чтобы был приход, дружный приход, чтобы там была жизнь. Просто стены. Трапезная была построена. Келья для священника. Это все, конечно, нужно. Но если бы сейчас все отмотать, я бы построила храм. Вот, на 100%. И тогда бы уехала. Дочка довольна. Ну, привет, дочка. Четыре передавайте. Ну, будем иногда делать такие эфиры. Наверное, да? Если вам хочется, если вам нравится. Новые цели. Но мне хочется побольше успеть в этой жизни. Мне хочется побольше песен написать. Друзья мои, давайте заканчивать тогда. Я вам желаю спокойной ночи, приятных сновидений, доброго утра. Завтра. С благодарностью Господу. Чтобы ничего не произошло страшного. по крайней мере в ближайшее время. А если что-то произойдет, чтобы с честью выдержать испытания, которые все равно нам или посылаются, или попускаются. но мы должны проявлять твердость. Конечно, это все было для Господа, и я очень надеюсь, что Он примет это. на улице Москвы, думаю, не очень легко, потому что я езжу на машине. Ну, все, мои хорошие. Я вас люблю, обнимаю. Всего вам самого прекрасного. С Богом.